Эфир телеканала ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. К 21 году особого режима приговорили одного из самых известных положенцев последнего времени. Андрея Таркунова короновала еще старая гвардия так называемых воров в законе. Послужной список уголовника немало и самая последняя статья в нем наркотики. Задержали криминального авторитета почти с тремя граммами героина в кармане. Взяли и его подручных. Следствию удалось доказать несколько эпизодов вымогательства и хищения денег из банкоматов. Их, кстати, группа взрывала. Общая сумма ущерба составила почти 30 миллионов рублей. Пособникам лидера дали от 10 до 17 лет строгача. Также Таркунову вменили покровительство этнических ОПГ, разбои, организацию проституции и многое другое. Полицейские поймали очередного наркокурьера, который гастролировал по Сибири и оставлял в тайниках оптовые партии запрещенных веществ. Учет груза был основательным. В каждый город в зависимости от спроса направлялся определенного вида товар. Ассортимент изъятого поражает разнообразие. От травки до синтетики с героином. Сотрудники госавтоинспекции отдела полиции села Осетска. На автодороге Курган-Тюмень для проверки документов остановлен водитель транспортного средства марки «Пежо». По какому поводу вы задержаны сотрудниками полиции, понимаете? В присутствии понятых в багажнике между пластиковой обшивкой и кузовом обнаружены три пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, в багажнике находилась музыкальная колонка, которую водитель использовал для транспортировки еще трех полиэтиленовых пакетов и одного пакета с пятью брикетами, также с порошкообразным содержимым. В нескольких упаковках вещество уже было расфасовано по 100, 200 и 400 граммов. Согласно проведенным исследованиям, в пакетах находились наркотические средства, общая масса которых составила около 8 килограммов. Среди изъятого синтетические наркотики героин и гашиш. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что житель города Санкт-Петербург в сети интернет получал информацию, где забрать наркотик и в какой регион его доставить. На пакетах были написаны названия городов, в которых молодой мужчина должен был оборудовать тайник с запрещенным веществом. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, согласно данной статье, лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемому избрана мера притечения в виде заключения под стражу. А транспортные полицейские пресекли канал поставки наркотиков в особо крупном размере из Новосибирской области в Красноярский край и дальше. Курьер, которого взяли с грузом, отпираться не стал и подробно рассказал о своих обязанностях. А в чем заключалась ваша невыкономительность? Поднять крупную партию синтетических наркотиков в размере 250 грамм, расфасовать и разложить тайники для других курьеров. Конкретно эту партию синтетики весом в 2 килограмма молодой человек должен был распространить через интернет среди жителей республики Хакасия. Причем на помощь в качестве разовых сбытчиков он позвал своих знакомых. Всю криминальную четверку задержали. В отношении каждого участника преступной группы следователи взбудили уголовные дела по серьезной статье, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Сотрудники областной полиции в другом регионе задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Оперативники уверены, что в его деле будет не один эпизод. В отдел МВД России по Машковскому району обратился 54-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Гражданин рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником финансовой организации и сообщил о необходимости остановить все операции, которые якобы производились злоумышленниками в его личном кабинете. Звонивший убедил потерпевшего, что мошенники якобы собираются взять на него кредит. Мужчина действительно обнаружил заявку в личном кабинете и согласился оформить заем и перевести деньги на безопасный счет. Потеряв более миллиона рублей и осознав, что стал жертвой аферистов, потерпевший написал заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в Архангельске и этапировали в наш регион. Сейчас правоохранители ищут подельников 28-летнего ранее неоднократно судимого махинатора и проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений. В Кемеровской области взяли под стражу строителя, который умыкнул с объектов 145 миллионов рублей. Среди допрошенных по делу работники муниципальных органов власти и правоохранители. А 120 контрагентов этой организации, то есть основные подрядчики, проживают в Москве, Питере, на Кузбассе, в Новосибирске, Красноярске, Томске и на Алтае. С директором компании были заключены контракты на приобретение квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В качестве инвестиций в строительство жилого дома на счет организации переведено более 30 миллионов рублей. 24 квартиры должны были быть переданы в декабре 2021 года, однако этого не произошло. За то, что не сдал в эксплуатацию три многоквартирных дома в городе Анжера-Суджинске и Юргинском муниципальном округе, фигуранту предъявили обвинение в мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и легализации преступных доходов. С целью возмещения ущерба на его имущество, а также 52 расчетных счета, открытых в 9 банках, наложили арест. Были изъяты документы, имеющие доказательственное значение. Назначены и проведены бухгалтерские, финансово-аналитические, а также судебные, строительно-технические и почерковеческие экспертизы. Директор культурно-досугового объединения села Аяш попала под уголовное преследование. Преступление выявили сотрудники прокуратуры Болотнинского района Новосибирской области. В проверке установлено, что руководитель учреждения растратила веренное ей имущество. Она тратила денежные средства учреждения на организацию развлекательных мероприятий, предоставляя при этом фиктивные ячейки в бухгалтерию. Выяснилось, хищение бюджетных денег с использованием служебного положения в крупном размере Мирослава Бузова совершила еще в 2018 году. По материалам, собранным надзорным ведомством, сотрудники Болотнинского межрайонного отдела СК возбудили уголовное дело по 160-й статье Кодекса. Правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Ход и результаты расследования прокуратура взяла на контроль. По материалам другой прокурорской проверки в Новосибирске возбудили еще одно уголовное дело. Местная жительница пожаловалась на мастера по ремонту техники. В своем почтовом ящике женщина увидела это рекламное объявление о предоставлении услуг, позвонила. Пришел специалист, который, когда понял, что клиентка преклонного возраста и не владеет информацией, сразу же значительно завысил свои расценки. В итоге пенсионерка заплатила около 100 тысяч рублей. Сейчас ушлого афериста привлекли за мошенничество, и полиция ищет других, таких же доверчивых потерпевших. И последнее. Жители Дзержинского района Новосибирска рассказали журналистам экстренного вызова о, мягко говоря, странном поведении людей в форме. С их слов, на днях на улице авиастроителей произошла авария. Водитель еле вышел из салона машины, так как был пьян. Но экипаж ДПС, прибывший по вызову, оценил обстановку и, как уверяют очевидцы, просто уехал, даже не оформив протокол. У нас есть видео инцидента, но пока нет ни одного официального комментария. Авиастроителей 1-1. Мимо этого дома проходит безымянная дорога с довольно опасным перекрестком и напряженным трафиком. Это, по сути, граница двух районов Новосибирска – Дзержинского и Калининского. Говорят, участок бесхозный, но год назад его отремонтировал один депутат. Местные жители радовались, так как появились даже лежачие полицейские и водители машин, пусть и вынужденно, но сбрасывали скорость. Минувшей осенью те самые лежачие полицейские убрали, а на возмущение жителей в мэрии ответили – дорога сделана не по ГОСТу, поэтому никаких ограничительных знаков или искусственных неровностей там быть не должно. Знал ли хозяин Лексуса о проблемном участке и крутом повороте – уже не важно. На огромной скорости он влетел в дерево. Благо, в тот момент на островке никого не было, хотя обычно там многолюдно. Рядом детский сад и школьники ходят на учебу. Выбраться из ловушки самостоятельно водитель не смог. Очевидцы говорят, был пьян. Сотрудники ДПС, судя по всему, тоже не заинтересовались инцидентом. По официальной сводке происшествий он не проходит. Кстати, люди уверяют, что человек, сидевший за рулем, кричал, что сам гаишник. В итоге машину с дерева сняли воровайкой. Но вот кто на ней уехал после, жители затруднились ответить. Сейчас ходят по своей безымянной дороге и оглядываются. Детей без сопровождения стараются не отпускать. До встречи на ОТС.